Тыщ, тыщ, тыщ Поехали Среда, скажи, выгоди Да Это в сети магазинов У них по средам Всякие выгодные предложения Так, сейчас музончик Давай, ты посмотри там Пошла ли руда Да, пошла Пошла руда Все поехало Вконтактик я вот пощу Ссылочку Сегодня мы немножко задержались Ввиду Технических причин Ну, как всегда, в общем Но, ну, уже лучше Уже сразу картинка Большая, все хорошо Так, я вот себя сейчас перетяну Зато сразу настроились, да? Да, традиционно Пока у нас идет Конкурс по игре Mass Effect Мы будем, наверное, каждый день Начинать именно с нее И расскажем вам, что мы Разыгрываем аж целый Ноутбук Или лаптоп Как вам удобнее От компании Acer Это игровой ноутбук В нашем специальном Конкурсе Ссылочку я только что кинул В чатик Каждые два дня Вы должны заходить Можете, вы не должны Вы можете заходить На эту страничку И попытаться найти Обитаемые планеты С... Как это? Проект Андромеда Или это экспедиция? Проект Проект В общем, да Проект Андромеда Вы выбираете членов Команды вашей И должны выбрать Одну из семи планет У нее может быть Разный статус Это... Давайте я открою Что-ли Вот так вот покажу Я вот вчера уже нашел Я нашел одну обитаемую И одну Для добычи ресурсов В общем, если вы найдете Больше двух обитаемых планет То вы становитесь Автоматически Претендентом на Получение приза Как это? Ну, наверное Ну, наверное В общем, участвуйте Халяву Халяву приди Да, у нас еще среди призов Здесь ноутбук За второе место Мы даем коллекционное издание С моделью Nomad ND1 Это машинка такая Из игры И третье место Это просто Машинка В масштабе 1 к 64 Я не знаю Это много или мало Ну, такая она Небольшая Нормальная На стол поставить А у меня открыта Планета с враждебными расами Ага А было бы, кстати, прикольно Если у них там война шла Ты нашел, не знаю Планету живую И с враждебными И они там начинают Там стрелять Друга Ну, в другой раз Это в Mass Effect Andromeda 2 Если выйдет Если дадут денег На разработку Да Ну все Собственно Наше вступление Закончилось Поехали по Вчерашним новостям Так Утро всем Привет Мне нравится, что Всем Оложка Что люди Одни и те же приходят И такие Все Это фанаты Как Знаешь, раньше В 7 утра Ты включал телевизор И смотрел новости Которые тебе рассказывали Что в СССР Все хорошо И балет показывали Балет уже показывали Когда все было нехорошо Да Ну Ладно В общем Мне кажется Мы вчера рассказывали Про это World of Warcraft Система получения Новых обликов Для артефактов Нет Мы не рассказывали Ой-ой-ой Извини Извини Ааа Это курьер Я ему забыл Скинуть номер Максим Чтобы он документы Отвез Сейчас Расскажи Я пока Сейчас Да Тогда буду я Рассказывать World of Warcraft В общем Продолжает Разработчики Рассказывать о том Что будет в обновлении 7.2 И В общем-то Теперь К артефактам Будет еще Возможность Получить Еще Обликов Которые станут Наградами Для испытаний Потому что В общем-то Не всем нравятся Те облики Которые есть У меня На персонажах Вообще Облики Из предыдущих Обновлений На артефактах Были Транс Магрифицированы Блин Слово Придумали Такое И Теперь Нужно Герои Чтобы был 110 уровня Ранг оружия 35 Должны Закончить Цепочку Которая Откроет 4 новые Особенности Артефакта И В общем-то Будут Разные Испытания Но зато Можно Будет Получить Красивый Облик Для Артефакта Новый Клевый Я считаю Что это Хорошая Тема И в общем-то Тем кто там Задрачивает Артефакты По максимуму Это будет Очень Очень хорошо И очень полезно Соря Сейчас Тут он Настойчивый Да И Я честно Говоря Сейчас Наверное Впервые Лет за 7 У меня Не оплачен World of Warcraft Поэтому Я жду Выхода Обновления 7.2 Чтобы сделать Это снова Надоедливый Курьер В общем В общем Я уже все Рассказал Прикольно Когда ты Не знаю У тебя Вид Бомж Оружие Такое Ты подходишь Как в щи Так как Дашь Ну Потому Что Бомж Оружие Ты дал Кому-то В щи Можно взять Прокачать Артефакт Потом взять Купить Этого же Класса Допустим У тебя Меч Двуручный Можешь Пойти У вендора В Там Городе В столице В своей Купить Самый Дешевый Меч Двуручный За деньги Сделать Так Чтобы твой Самый Крутой Меч Выглядел Как самый Дешевый Ну А там Речь Да И пойти Дать Кому-то В щи Но На самом деле Сейчас Таким Никто Не занимается А вот Во времена Бурнинг Крусейд Когда было Прям Самое Самое Любимое Время Самое Любимое Дополнение Там Часто Появлялись Чувачки Которые Слушай Ну это Прикольно Это такое Развод На лоха Это Ультиме Было Мы обсуждали Ультиму Там Все время Ты плащом Мог скрыть Свои доспехи И Там же Никто не мог Определить Вот Издалека Я не видел Такого Потому что Мы все такие Выезжаешь В мифриле Или в обсидиане И такой Ты едешь Черненький Блестишь Прям весь Если ты Одеваешь Плащ То не видно Какие у тебя Доспехи Да Там еще Можно было Шапку Одеть Вот эту Блин Как она Называется Ну рыбака Такая там Широкополая И с удочкой И я Вечно ходил Такой В плаще С удочкой Все думали Странствующий рыбак Да Что я какой-то Идиот Нападали А я потом Доставал Макросом Быстренько Раз Переодеваешься Там Снялся Все Одел У меня по-моему Еще там То ли дракон То ли что-то Ручное Такое было Верно Ну короче Было больно Тем кто на меня Нападал Пару раз убивали Но тем не менее Было И фулл дроп Да Блин я любил Какая стоять В пещере И копать И такой Раз Прокнуло Метальчик хороший И ты такой О хорошо Пойду с литочков Плавить Ой Но время Да Было Время Парагон Патч 0.38.4 Сойка Получила Новый образ Второго уровня Ну вот Видишь Круто Ну в парагоне Если кто не знает Образы делятся На первого Второго Третьего уровня Первый Это те Которые Вот есть Образы У него Есть разные Цветовые Вариации Второй Образ Это когда Появляются Какие-то изменения В модели Персонажа А третьего Уровня Это когда Вообще Другая Модель Персонажа Вот там Например У Гидеона Это Скелет Пират Это Типа Самые Редкие Образы Самые Дорогие И У них Вся Анимация Поменена У третьего Уровня Ну а Второй Уровень Это просто Другая Что такое Есть В смайте Кажется Там Есть Несколько Уровней Скинов Тоже В зависимости От Да Ну не знаю Там по-моему Просто Скины Разные Там Есть Эпические Ну да В общем-то В парагоне Первый Второй Третий Уровень Второй Уровень Это когда Меняется Модель Но не Меняется Анимация И эффект В общем Вот Ну не знаю С Сойкой Никто не играет Так активно Вначале Играли Потому что Был Рейндж Тодэ Он Самые Первые Дают Попробовать Ну где-то Там В самом Начале Не Ну в парагоне У тебя Все персонажи Открыты Там А ну Ее просто Рекомендуют Кажется Как я Когда Начинал Играть Может быть Ну в общем-то Я не знаю В последнее Время Я очень Редко Вижу Сойку В играх И хоть Да Как бы Вчера Мы обсуждали Что в ближайшее Время Появится Еще два Рейндж Дэдэшника Так что Парагон Не стоит На месте Скайфордж Локация Тея Уже Доступна На тестовом Сервере Публичном Тестовом Сервере Я все Жду Плейстейшн 4 Тестирование Тея Продлится Только до 24 марта Всего 2-3 дня Три дня Да Поэтому Не пустить Шанс Оценить Данное Нововведение Первым Собственно На тестовый Сервер Может зайти Любой Игрок Но Отправиться В эту Локацию Сможет Только тот Кто уже Прокачал Свою Божественную Форму Я кстати До нее Так и не докачался Я не помню Я не буду Ничего Говорить По этому поводу Я не помню Докачался Или нет А вот Прикольно Тут за баги Платят Валютой Игровой Да Прикольно Кстати А я такого Раньше не видел Ну Обычно Знаешь Там Тестерам Что-то там Дают Но может быть А тут Типа Нашел баг Вот тебе От 10 до 50 тысяч Аргентов Ну Вот Видишь Занимайся Это Майлру Я хочу Заметить Ну Да Ну Вот Просто На март Намечен Выход Плейстейшн 4 версии Я думаю Вот они Протестируют Немножечко И выкатят Новую карту Да Им Наверное Выкатят Сразу Всем Я не знаю Будет ли Отличаться Плейст 4 версии Может нам Связаться С Майлру Взять У них Небольшое Интервью По поводу Различий Версий Можно Потому что Я вот Смотрю Ролик Я Как бы Дату Релиза PS4 Версии Искал И вот Все что я Вижу В ролике Я этого Всего В игре Не видел То есть Как бы Прям Прям Все Другое Мне аж Интересно Я думаю Можно Нужно Надо только Не забыть Да Надо Взять Запиши И прямо Сразу После эфира Я напишу И мы Спросим Хорошо Мне теперь Ручку Надо найти Листик Это Можешь найти Ножку Нет У меня Все ручки Прячутся Потому что Если они Не прячутся То приходит Мой Ребенок И рисует Везде Молодец Молодец Творческая Личность Лига Легенд Тизер Легендарного Образа Лисина Наверное За Хулиард Эрпишек Ну У тебя Остались Да У меня Там 3000 Что Лисином Не играю Я Играю Ксинзао И Вот Ему Я купил Новый Скин Дракона Недавно Который Вышел Такой Что-то Не очень Как бы Такой Не очень Заметный Собственно Прикольно Мне нравятся Легендарные Скины Они дорогие Они хорошие Обычно Там очень Хорошо Прорисованные И Потом Их Кажется Нельзя Купить После Какого-то Времени Ну Да Наверное Не Не Помню Раньше Можно Было Купить Сколько Хочешь Нельзя Было Докупить Ивентов Да Но Может Быть Окей Поехали Диабло 3 Первый Взгляд На Десятый Сезон День Сурка День Сурка Диабло 3 А кстати Недавно Уже Показывали Некроманта В игре Ну Да Мы Обсуждали Да Собственно Разработчики Представили нам Предварительный Обзор Десятого Сезона Благодаря Которому Удалось Узнать Что Вам Завоевателя Бла 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 Самое интересное В десятом сезоне То что это будет первый сезон Который наконец-то доберется до консолей Потому что на консолях сезонов не было И вот они решили с десятого сезона начать И там тоже играть Поэтому я Я думаю Что Ну это 31 марта Если мы успеем до нашей поездки Если я успею поиграть нормально на консоли В новом сезоне То будет у нас обзорчик Чем отличаются PC и консольная версия Полная версия Если вдруг вам интересно Находится вот здесь Я ссылочку скину Это второй пост в новости Судя по ссылке Заходите Читайте Следите Да Вот чего будет В игре World of Warships От компании Wargaming Происходит тест Альтернативного управления авианосцами Я помню что Гар очень любил играть На авианосцами Да Он на стримах играл А мы будем возвращать этот Охоту на Гар В World of Warships Честно говоря не знаю Надо у него спросить Он сейчас уже этот По карточкам увлекся Увлекся Он вроде в танках Пожать нет Сам чего-то там Охотится на него Да Я не знаю Вернули Да Прикольно тогда Надо еще Гоху тогда Обратно Ну да В общем на тестовом сервере Если вы играете В World of Warships Пожалуйста Можете зайти посмотреть Стало ли управлять Авианосцами легче Или сложнее И там много разных других фишечек Если интересно Ссылочку скинул Также В Чатик Вархаммер 40 тысяч Даун оф вар 3 В игре Не будет Добиваний Кровищу Урезали Зачем Не знаю Добивание это классно Если это не очень длинная Анимация идет То прям вообще хорошо Но Слушай Вообще Вот эта вселенная Вархаммера Она мне не очень понятна Извечное противостояние Их очень много Это как Final Fantasy для меня Это игра Про которую Много информации Но Если ты не фанат Вот этих Space Marine Или Орков Ты такой Чего там происходит Из чего сюжет завязался Что там Потому что Все воюют Все нормально Все как обычно Обосновали Вот это То что убрали Добивание Обосновали тем Что Типа первый раз Круто смотрится Добивание А дальше уже Не круто Там десятый раз Так сделайся Чтоб оно срабатывало Раз в 20 В 30 раз Ты короче Его редко Просто видел То есть Стандартный рандом Которому учат На первом курсе Института Как делать Ну Видишь Ребята Они решили Короче Не заморачиваться Такие Мы не будем Делать анимацию Лучше так Мы скажем Что Это Мы не хотим Думать Ну Это Да Реально Впадло Было Чувакам Он пишет Что Гара Играет в кораблике И раздает Там дублончики А Так он В кораблике Да Ну Тогда Я думал Он в танке Вернулся Не Он в корабли Поигрывает Значит Я ошибся Значит Тогда Готовьтесь Еще больше Альтернативно Управляемых Авиановцев Видите Вчера Новость Тоже Пришла Что Компания Гайджин Совершенствует Систему По борьбе Со сторонним Софтом И модификациями Я честно говоря Не знаю Как к таким новостям Относиться Вроде бы Как бы И Это говорит о том Что Ребята работают Но И говорит о том Что в игре Много багов Раз они об этом Заявляют Что Ребята Не с этим Мы вот Чиним игру Мы боремся С читерами За последние Два месяца В игре Были обнаружены И сблокированы Практически Все игроки Использующие Запрещенные Модификации В этот период Таких людей Казалось 568 человек Немного Ну да Ну как Полтыщи Много Ну это мало Но там же играет Много Может там по чесноку Все играют Наверное Просто не всех Поймали Еще Мне тут Один знакомый Рассказывал Что он В какое то время Работал Ладно Потом тебе За эфиром Расскажу Забавную историю Вспомнил Так что Хорошо Ладно Dark Souls 3 Подробности Обновления У нас не знаю Новости состоят Из патчноутсов Подробности Обновления Один Когда пошли Один Один Новые Пвп локации Изменение Баланса оружия Ну просто 28 марта Выходит же Обновление Риндсити Которое Закроет Вообще Dark Souls То есть Это последнее Обновление Для третьего Dark Souls И Насколько я помню В общем серию Тоже закрывают Будет что то другое Дальше Слава богу Это отличная новость Пусть делают Что то новое Пусть новые Ну да В этом плане Да Потому что Вернуться к Dark Souls Можно будет Не знаю Через 5 лет Все таки Происходит Е3 И так вот Dark Souls 4 И все таки Так обычно Так обычно И делает Достаточно долго Долгий срок Разработки Идет Ну в общем И вот Получается 24 марта Выйдет Обновление 1.11 Которое Подготовит К этому Ладону Обычно То есть тут вот Матчмейкинг Там поменяют Вся фигня Но обычно Вот как это Недокументированная Фича всех Дополнений К Dark Souls То что они Добавляют Предметы Которые Открываются Потом С выходом Отдона То есть там Допустим Откроют локацию Которую ты сможешь Прийти Но в которой Двери ты не сможешь Открыть Когда выйдет Отдон Откроется Эта дверь И ты типа Пошел Открою мне дверь И я войду Да Поэтому В общем Ждем уже В общем Те еще Затейненькие Да Осталось Совсем чуть-чуть Надо Этот Стряхнуть Пыль Со своей Сохранялочки У меня подготовлено Как раз Поддодон И надо Слушай Кстати Расскажи мне А PlayStation В облако Сохраняет все Ну Там В облако Оно сохраняет Но там В облаке Что-то 100 мегабайт Ну по-моему Расширяли А мне кажется Нет Я потому что Недавно Я же Перед тем Когда я тебе Консоль Проверил свои Сейвы И там Очень Там было Несколько гигабайт У меня сейвов Ну я не знаю Там Я не знаю Они увеличивали Там сразу Было мало Поэтому у меня На консоли Отключено Сохранение В облако А потом Они Ты проведешь Завтра расскажешь Ну я подумаю Ну спасибо Овервотч В ближайшие Средни Вы не увидите Арису В соревновательном режиме Я вчера Попробовал Эту Арису Она ОП И она Просто Офигенная Она Слишком Сильная Мы дрались С ребятами Ну конечно Мы понимаем Что ее Понерфят В ближайшее Время Да У нее Собственно Получается Есть чит Который Ничего не может Пробить Нормально Есть С тысячей Пилсой Да Есть у нее Притягивалка Ну вот эта Притягивалка Это как Как у Зари Сфера Пушка Да Только Ты ее можешь Прям Ну то есть Там Маленький Кулдаун Это не как у Зари Один раз в груд И юзаешь И все И есть Вот этот Unstable Режим Когда тебя Ничего не может Замедлить С шифтом Да Против всяких Мэй Просто вообще Волшебный режим Ну короче Получается И в пушке У нее огромное количество Просто патронов И ты стоишь Это такой Не знаю Смесь Бастиона Рейнхарда И не знаю Даже кого еще Ну это короче Из Ари Это то есть Надо трех персонажей Убирать И оставлять Одну Арису Все будут играть Арисой У нас была битва За нее Да Потому что Ну короче Я не знаю Она по моему Прям баланс Ноги от него Вытерла Когда вышло Понятно Что ее там Через месяц Понерхят И она будет Вообще не интересна Но Потому что На этой неделе На этой неделе состоится Частичный Вайп серверов А вчера была новость Что на этой неделе Возможно создается Создается Вайп серверов Ну вчера была новость Что они будут Контент какой-то Еще добавлять А теперь сказали Хрен с вами Мы еще вас и вайп Нет Вчера я тоже читал Новость про то Или я вчера ее прочел Это ты эту читал Она же она вчерашняя А Была новость Что Да Неважно Окей Окей Гугл Согласен В общем Члены вам поотрезают И вы сможете Их заново Себе отрастить Ну тут видишь Она будет аж В стадии раннего доступа До 2018 Это же было известно сразу Ну да То есть через два года Пойдем поиграем Там может Когда себя отрастят Вот такие вот штуки Разработчики сообщили О официальной Steam странице Что на этой неделе Помимо выхода нового патча Также стоит ожидать Частичный вайп А как это? Они такие Мы вам полшишечки отрежем Будут удалены Все инвентарии Их содержимое И постройки Но уровни персонажей Сохранятся Понятно Ну ладно В общем Так себе Да Legend of Area Следующий этап Альфа тестирования Начнется с 28 апреля Лично я не знаю Что такое Legend of Area Но судя по скриншотам Это Shards Online Они видимо такие Блин Shards Online Что-то не канает А Shards Online Я знаю что такое Это что-то Да Очень Старая игра Так себе игра Странно Но альфа тестирование В ней идет Ну видишь Они переименовали И теперь тестируют Сменилось не только название Но и направление развития Теперь игроков ожидает Огромный полноценный мир С большими возможностями Сродни Ultimate Online Вы на кого позарились? Ну я вот смотрю Короче знаешь Скриншоты в нашей базе И там половина скриншотов Прям такие Ок-ок-ок-ок Там паучки Вся фигня А потом последний скрин С интерфейсом И там прям Выблевал глаза Как это Я даже кину Наверное ссылочку В чат На нашу базу Вот Ну вернее На конкретно Этот скриншот Чтобы люди могли Оценить Просто интерфейс Ну вернее Не интерфейс А как выглядит Реальная игра И прям как-то Как-то я Ожидаю Игры такого Качества Сейчас на телефоне Это похоже на Sims Да Но только такой Знаешь Солимыми Текстурами А вот это Похоже Нормально Видимо Харьес Как не смешно Все скриншоты Нормальные А последний Прям Поражает Ты посмотришь Думаешь Да-да-да Буду играть Нет Не такой О боже Он просто Там С приближением Сделано Ну текстурки Тут даже На том Скриншоте Который Кирайро Выбрала Для Новости Новости Они прям тоже Поражают Воображение Ну Посмотрим Собственно Друзья Гранить игру Главное Чтобы играть Было интересно Конечно же Но просто Вот Игры С таким Уровнем Графики Учитывая Мощность Современных Планшетов И телефонов Я думаю Вполне Должны Выходить Прям Сразу Туда Да Ну то есть Можно и на PC Можно в браузер Можно Туда Я готов С телефона Я в такие игры Готов Гораздо Я хочется Уже знаешь С телефона Чтобы что-нибудь Вышло Прям Действительно Полноценное Не вот эти Однокнопочные Игры Слушайте Я заметил Такое У меня Раньше Было Много Айфонов А год Назад Я купил Себе Самсунг И Я из Самсунг Стора Вообще Себе Ничего Не ставлю Потому что Там Фичеринги Фичеринги Уродские Предлагают Игры Какие-то Говенные По Одному Рублю За штуку И ты Такой Ну А вот Я из Самсунг Стора Поскольку Я Самсунгами Пользуюсь Ну В смысле Google Play Я про него Говорю Google Play Просто Самсунг Сторон Вообще Прям Не Google Play Вообще Мега Убоджеский Магазин Неудобный Какой-то Он Там Вечно Нельзя Отобрать Игры Вот Я помню Когда Ну Это Кстати Вот Анонс Такой Будет Что С апреля Мы Планируем Вернуть Моби Гоху То есть Рассказывать Про Мобильные Проекты И Вот Раньше Мы Когда Я хочу За последние Семь дней Посмотреть Что там Релизнулось Выбираешь Игры Смотришь Классно Все В Apple В этом Google Story Это Прям Каждый Раз То есть Я Шел Там На Зарубежные Сайты Смотрел Релизов И Оттуда Выбирался Такое ощущение Что ребята Не хотят Чтобы у них Покупали Игры А у них Магазин Не продает Ты Заходишь И смотришь Не знаю Порцию Говна На тебя Вываливают Вот вам Компас Вот вам Фонарик За 10 Рублей Вот вам Там Не знаю Измеритель Давления На хрена Мне это Нужно Дайте Игры Он Такой Окей Хочешь Игр Вот Те Там Пазлы Монтезумо Блин Дайте Мне Игру Там Рублей За 300 400 Я хочу Купить Что-то Хорошее Реально На PC Проще Отбирать Но Все равно Не Очень Удобно И Как Плюс Меня Очень Бесит Политика Гугла По Разделению Игр То есть Например Игры От Нинтендо В Украине Не Выходят Они Выходят В Эпл Стори Я могу Там Купить Скачать Fire Emblem Heroes Или Последнего Марио А В Гугл Стори Где Они Тоже Вышли Они Мне Недоступны По Региону Я Не Могу Не Скачать Ничего У меня Друзья Играет И Такой Ок Спасибо И Это Очень Обидно Действительно Я Уже Не Знаешь В 2017 Году Разделение На Регионы Даже Нинтендо Догадалась Что Не Надо Разделять На Регионы Я Могу Взять Купить В Японии Картридж Засунуть Свой Свитч И Играть Нормально Почему Google Которая Убираем Границы Вся Фигня Почему Они Оставляют Региональные Ограничения Какие Нафиг Региональные Ограничения Все Уже Вы Даже Цену Подняли Чтобы Соответствовало Мировому Уровну В большинстве Проектов Давайте Пожалуйста Дайте Мне Возможность Скачать Любую Игру Тем более Что Она Лежит Бесплатно Вам Мне Все Равно С какой Страны Вам Вверх Вверх Классный Мультик Сейчас Посмотрим Этот Видосик Да Там Домик Где-то Летает Вдалеке Насколько Я помню Прям Вдалеке Вдалеке Наверное Что Он Тут Долго Бегает Бегает Стреляет Я Люблю Когда В игре Есть Пасхалки Да Там Вдалеке Просто Летит Там Минут За 30 Секунд Включи Там Видно Что Где-то Вдалеке Летит Дом Ну Совсем Как-то Вдалеке Ну Да Я Думал Может Взлетает Можно На него Залезть И полететь На нем Или Шарики Сбить Это же Серьезная Игра Ну Да И Поэтому Там Домик Летает Да Это же Battlefield Там Все По Взрослому Ну Ок Ладно Поехали Дальше В Володах Появится Новый Сервер С Утрой На Покачку Такой X3 Официальный Я Вчера Когда Увидел Новость Я Немножко Это Такой Оба Вообще Как бы Это Классно Когда Есть Сержантом X3 X10 Но Это Обычно Удел Пираток А тут Официальный Сервер Просто Я Володов Играл Достаточно Много И В общем То Можно Сказать Что Там Достаточно Медленная Прокачка То То В том же Варкрафте Ее Ну В каждом Обновлении Ускоряли Чтобы Ты Мог Быстрее Добраться До Хай-энд Контента И Потом Замедляли На самых Последних Уровнях Вот Эти 10 Уровней Которые Идут С Аддоном Грубо Говоря Там Из-за Того Что Надо Очень Много Опыта Чтобы Перейти На Следующий Уровень Они Подстраивают Его Под Саму Игру То Ты Идешь По Сюжету И Автоматически Получаешь Уровни А В Алодах Вот Даже Начальный Этап Он Достаточно Долгий Ну Грубо Говоря Что Там Прокачать 20 Уровней Ты В Варкрафте Там 30 Допустим Возьмешь И Вот Я думаю Просто Игроки Новые Не Приходят Вернее Не Приходят Смотрят Что Это Все Долго И Сложно И Алоды Сами По Себе Не Очень Простая Игра По Внутренним Механикам Когда Начинаешь Разбираться И В общем Решили Упростить Жизнь Людям Сказать Вот Вам Ну Это Наверное Сервер Будет Утройное Количество Опыта Но Скорее Всего Это Не Платный Сервер Это Бесплатный Да Самый Прикол Володах Играть На Платном Сервере Потому Что У тебя Нет Ограничений И Вот Этих Всех Когда Тебя Ситуация Чтобы Чтобы Ты Понял Что Ты Хочешь Играть На Платном Сервере Ты Должен Поиграть На Бесплатном Заплатить Пучу Денег Заплатить Пучу Денег Да И Ты Такой Блин Лучше Я буду Платить 300 Рублей В месяц И Играть На Сервере Где Все Ровны Ровны Чем Чем Как то Иначе Да Чем Платить Тысячу Рублей В месяц За тебя Все Равно Будут Нагибать И Тебя И Так Будут Нагибать Ладно Поехали Дальше Масс Эффект Андромеда Все Доступные Варианты Для Романа В Игре Так Варианты Для Рейдера Мужского Пола Ну Там Один Мужик По-моему Есть Гил Нет По-моему Рая Спитал Я просто Еще Не Играл Я Не Знаю Ну Я Как Б Понимаешь Я Не Исследовал Гейские Варианты Поэтому Поэтому Я Не Могу Сказать С кем Можно Замутить С кем Нельзя Потому Что Не Задавался Таким Вопросом Но Я Видел Просто Вчера Там Где-то Вот Вот А что Ребята Из Байвер Тратят Своё Время Придумывают Гейские Варианты Романов В игре Покажите Этих глупцов Которые Играют Волода Друзья Вы будете Удивлены Но Очень Успешная Игра Очень Много Людей Играет Почему-то Все думают Что люди Играют Не знаю Вот Вышло Там Че У нас Последнее Вышло Блэс Ревелайшн И все Вы думаете Что Все люди Сидят Играют Только В последние Игры Люди Зашли Посмотрели Сказали Бэ Или Не сказали Бэ Кому-то Не понравилось Люди Ушли Играют В то Во что Они раньше Играли Почему До сих пор Живая Линейка И World of Warcraft Людям Нравится То Что В играх Есть И они Совершенствование Тех механик Которые Им Любы И Поэтому Они возвращаются Свои игры Да Они старые Они уродские Но люди Уже Не знаю Свыклись Им они Нравятся Они хотят Эволюции Именно Вот Своих Старых Механик Чтобы Что Чем-то Новым Много Людей Там Живет Как Социалочка Ну Короче Я когда играл В Warcraft Вот серьезно Я сейчас Нет у меня Возможности Так делать Но Когда играл Там У нас Гильдия Все были семейные люди То есть Муж-жена И все В гильдии Играют Там Ну То есть Днем с детьми Вечером в рейды И И Они там Те кто Живет в крупных городах Постоянно встречались Обсуждали Жили вместе Ну То есть Короче Это Как бы Больше чем игра Это часть жизни Мы все время там Созванивались С ребятами Плюс Были ситуации Когда знаешь У кого-то денег нет Оплатить Этот Скидывались Гильдии И оплачивали Человеку Аккаунт Он потом там Скидывался Кому-то еще Ну короче Шла такая Социал Вежуха Да Что все были Все были одной Тусовкой При том Что мы жили Ну По всей Европе У нас там были Люди из Германии Все Которые по-русски Разговаривают Ну типа Уехали Из России Из Украины Но Вот Это круто А сейчас Большинство игр Не предлагает Ничего То есть Ты там Пофармил Эпики И пошел И пошел Заниматься Своими делами Да Вот Да Поэтому В Алоды Очень много Людей Играют Те кто Начинал Играть Много лет Назад И они Продолжают Играть Потому что У них там Свои Сформировавшиеся Сообщества Гильдии Друзья И там Уже В общем-то Даже Может быть И не очень Важно Что именно За игра И что она Предлагает А Алоды Они еще Регулярно Обновляются Все время Запиливается Какой-то Новый контент И поэтому Людям Есть чем Заняться Они не скучают Поехали дальше Lineage 2 Обзор Темы Ускоренного Развития Пульс Рыцаря У нас Я так понимаю Что будет Много гайдов Судя по тому Как они появляются По классической Линейке И скорее Для тех Кто интересуется До сих пор Игрой И скинул Ссылочку В чат Можете Посмотреть Как Прогрессирует Игра И как Можно Ускоренно Развивать Своего Рыцаря Балтуса Как будто Это Рыцарь Балтус Странно Но В стриме Mass Effect Андромеды Висит Какое-то Видео От MXM Сейчас Я Кому-нибудь Напишу Я думаю Что Оно А где Оно Висит Это Какое-то Видео От MXM А это У меня Видимо Заглючил Сайт У тебя Да Просто Стандартный Обновлятельный Эффект В общем Ну вчера Никита Традиционно Проводил Стрим Мы выбрали Несколько Победителей Мне понравился Один человек У нас Очень странно Было что В вип разделе Нашего форума Было работ Намного больше Чем В обычном Участников И Они были Лучше И В вип разделе Было Четыре Хороших Работы От Дитрума От Человека Который Рисует Нам Пандочек Прикольных Я кстати Где нибудь Могу Могу Их Сейчас Если найду Нет Не найду Ну ладно В общем Забавные Пандочки Были И Два Стишка Еще Было От Еще От Комп И пользователь Который Из вип раздела Не получил Он выиграл Овконтакте Рандомы Ты видишь Какой молодец Я такой Блин Тебе нужно было Сегодня деньги Ставить На что-нибудь Потому что Фортануло Ну да Пацан к успеху Пришел Да Студия Game Freak Ищет дизайнера Для новой Консольной игры Предположительно По Карманным Акепам Вакансии Открыты До мая 2018 Будет Так что Скоро ждать Не стоит Ну я надеюсь Я надеюсь Что Наконец-то Раз свитч Так успешно Запустился Компания Нинтендо Вложит Бабло И наконец-то Сделает Блин Нам Игру Про покемонов Для нормальных Консолей Для полноценных А не только Для 3ds Где на Маленьком Экранчике Нужно Покачать Что-то И микрофон Нету Ничего Нету Я очень Надеюсь Сейчас Пандочек Покажу Пандочки Выглядит Вот так Покажи Да На стримчик Засунул Это я так понимаю Главный герой Это какая-то Другая девочка Но это Синяя женщина Это девочка Негр С прической Такой Так как Я не играл Я не знаю Кто это Вообще Ну Человек Пишет С линейкой Вовка Никто не спорит Но в Володах Донат 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 Есть Мы же сказали В этом Есть Платный сервер Где нет Доната Вообще Нет возможности Вообще Что-то купить Насколько я помню Может конечно Сейчас Что-то добавили Но Вот этих Улучшающих Как-то Игру Плюшек Там нет В принципе То есть Если Если Интересно Играть Волода Только на платном сервере Бесплатный Да Там Он очень жесткий По донату Но зато Теперь X3 Окей Ну да Быстрее качаться Да Интервью с разработчиками Игры No Truth With Furies Ты брал? Нет Да Игра является Активный Модератор Lex Да Прикольно Молодец Чувак Который For Honor Устраивал Конкурс Да Турнир Я понял Вернее Турнир Турнир Да И вот он Может эти продолжения Запилим Обсуждение идет Выложил Хорошее интервью Если вам Вот интересная Игрушечка И даже если вам Она неинтересна Почитайте Может быть Заинтересуетесь Выглядит Симпатичная Я ссылку Ссылку скину В чатик На твиче Ну Да Должно Быть Прикольно Поехали А вот Вот У меня Мастер 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 Заиграл Ну Там Опять Фонар Бегает Глюк Какой Сейчас Я Обновлю В смысле Что То Что Форонар Бегает Да Он И Двигать Не Не Это Следующее Все Мастер 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 Дата Следующего Закрытого Будет Тестирование Западной Версии Объявлено Это Будет 6 апреля И тест Продлится 21 день То есть 3 недели Мне игра Не очень понравилась Она такая Какая-то Специфическая Там Смесь Мобы С Не Мобы И По Два Персонажа И она Мне кажется Рассчитана Больше На Западную Аудиторию Но У нас Есть Фанаты И Химеры Хидео Я знаю Что Им Очень Нравится Почему Химера Вчера По-моему Открещивался Что Ему Уже Не Нравится Да Ну В общем Делают Ребята Из NC Софт Мы С Нами Достаточно Плотно Пони Общались Так Что Не Знаю И Название Компании У нас Новости Написано Опять Неправильно А Что Там Неправильно Ну Разделение Написано Вот Так Что Друзья Если Вдруг Каждый Каждый День Мы Говорим Фразу Что Если Вдруг Вам Не Нравится Какая Это Моба Попробуйте Вот Эту Сегодня Мы Говорим Что Если Вам Поднадоели Ваши Мобы Пожалуйста Мастер Экс Мастер От NC Софт В ближайшее Время Будет Запущена Но В Корее Она Уже Идет Если Вы Не Хочете Читать Иероглифы Можете Вскоре Попробовать Игру На Европейском Сервере Ну Мне Вот Обидно Что Они Возвращают Персонажей Сити Оферос Но При этом Не Возвращают Сити Оферос Я В нее Так Играл Мне Так Нравилось У меня Даже Коллекционное Издание Куплено Вернее Мне Его Подарили Но Тем Не Менее Оно У Мне Есть Будешь Тримить Аркейдж Буду Но Попозже Сейчас Просто Дел Миллионы Не Успе Я Стримлю Когда Есть Время Когда Я В него Играю Собственно Если Я В него Не Играю Значит Я Не Стримлю И Наоборот Если Я Не Стримлю Значит Я В него Не Играю Ты Еще Можешь Стримить Когда Что Другой Играть Когда Что Другой Стримит Да Да Такой Вариант Тоже Не Исключен Такое Мне Кажется Или Бета Тест Года Два Или Три Я Летал Я Смотрел Куда Не Помню Куда И Вот В игре Появился Медик Наконец Можно В Военной Игре Спустя Несколько Лет После Старта Появился Медик Для Бесплатного Многопользователя Шутера Heroes And Generals Мне Игра Больше Понравилась Тем Что У нее Стратегическая Составляющая И Вне Игры Мне Нравятся Такие Фишки Мне Понравилось То Что Там На Мопеде Можно На Велосипеде Можно Ездить Да И На Велосипеде Ну В общем Хорошая Штука Интересно Надоели Машины Уже И танки Ну И Машины И танки Там Тоже Есть Ну Да Но Можно Обгонять Танк На Велосипеде В общем Heroes Generals Хорошая Бесплатная Стрелялка Если Вы Не Попаете Игры За Деньги Go On Там Правда Премиум Есть Но Как Везде Можно Сделать Рубрику У нас Есть Рубрика Про Варкрафт Каждый День Фонар Вчера У нас Был Фонар Что Нужно Два С Полиной Года На Анлок Всего В Игре Ой Слушай Как Прикольно Бегают Они Фонар Вы Можете Использовать Некоторые Эмоции Для Избежания Ударов Но На самом Деле Там Очень Некоторые И Лучше Этого Не Делать Лучше Упадиться Так Да А вот Это То Что Там Показывают На самом Деле Я Просил Это В Новости Не Делать Эти Анимированные Гифки Мы Подключили Возможность Вставлять В посты Для Всех Для Пользователей Тоже Вот Эту Гифки Вот Эти С Гификат Которые Позволят Вот Такие Маленькие Ролики Добавлять Анимированные Да И поэтому Это будет В наших Материалах Прикольно А почему Ты просил Не делать Я просил Не делать Это На Главную Пока Что Потому Что Во-первых Оно там Не совсем Правильно Работает Там Только Определенные По Определенному Принципу Надо Вставлять Гифки А во-вторых Потому Что Если Их Будет Много То Это Будет Ребить В глазах Постоянно Что-то Двигается Они Потому Что Автовоспроизводится Нет Поэтому У нас Будет Новый Сайт В котором Новость Будет Открываться В новой Странице Вот На новом Сайте Будет А на Старом Сайте Сейчас Заменят На картинку Это Спрячут Подкат Потому Что Пользователи Которые Зайдут С телефона Им Тоже Это Трафик Будет Дополнительный И Ну В общем То В данный Момент Мы Тестируем Эту Фичу Когда Дотестируем Тогда Будем Пользоваться Ей Правильно И Ну То есть Полноценно А пока Сейчас Это Все Аккуратно Но На форуме В разных Материалах Будут Теперь А Че Как Как Ютуб Не включается Через кнопку Плей Ну Сказал Наш Программист Форумный Что Это Ограничение Самого Этого Сайта Он Не Может Быстро Доделать Сделать Так Чтобы Это Все Работало А Долго У нас Новый Сайт Долгосрочная Перспектива То есть Нет Возможности Долго Им возиться Так Что Это В будущем Ладно Вчера Видел Список Игр Которые Выходят В марте И там Была Игра Называется Тролль И я Название Прикольное Плюс К тому Что Она Выходит На всех Платформах Вчера Ты Ты Смотрел Ее Не знаю Потому что Выглядит Ну так Забавно Достаточно Сюжет игры Рассказывает История Приключения Обычного Мальчика Вынужденного Скрываться В лесу В котором Находит Нового Верного Друга Тролля Недавно Был кино Который Так же Назывался А нет Большой Добрый Великан Назывался Я не смотрю Вместе С этим Мистическим Существом Им Предстоит Защитить Свои Родные Дома От Браконьеров Охотящихся За Невероятно Редкими Существами И Разрушающие Деревню В общем Сюжет От бога Игра Является Доброй Сказкой Которая Понравится Не только Детям Точка Особенность Игры Это Уникальный Геймплей Который Позволит Управлять Сразу Двумя Персонажами Конечно Мы Не играли В Brothers Да Как он Как он Назывался Да История О братьях Мы Вообще Не знаем Как это Управлять Сразовыми Персонажами Уникальная Новая Фича Не Восем Бифо Сразу Выполнять Сложные Комбинации Атак А также Решать Загадки И Исследовать Мир Благодаря Асинхронному Игровому Процессу Когда Видим У вас Один Экранделец Пополам Одним стиком Вы бежите Вправо Другим Влево Один Нажимает кнопку Да не Асинхронный Это наоборот Это скорее всего По очереди Это же синхронный Когда ты двумя Персонажами Одновременно Управляешь А если асинхронный Скорее всего Будет Какое-то Разделение Ну не знаю Посмотрим Слушай Ну как Красиво Я бы не поиграл Если бы Было время Ну да Если было время С дочкой Там Посидеть на диване Погонять Троллей Погонять Люблю погонять Троллей Да Если Блин Никогда новость Начинается С русских букв Неудобно Ссылки кидать Почему-то Они у нас Не открываются А если Можно копировать Ссылка Копируй На Форум Ссылки Да Можно Точно Я тебе Сколько раз Говорю Я все Понял Вчера Увидел Фейсбучки От Моего Соседа Новость О том Что Разработчик Игры Life is Feudal Компании Beatbox Переехала В новый Офис И у них Там Они Организовали Очень Такую Атмосферную Переговорную Комнату Собственно Вот в этом Видео Которое Я Скидывал Ссылку В чатик Можете Посмотреть Оно Такое Коротенькое На 2 Минуты И там Оно Показывает Как приходит Новый Человек На Собеседование Устроиться В компанию И с ним Проводят Переговоры Очень Такая Атмосферная Комната В стиле Средневековья Я думаю Что Вам Понравится Особенно Доставляют Комментарии Под видео Видимо На что Вы тратите Деньги Ублюдки Сделайте Оптимизируйте Игру Но Посмотрите Прикольно Это тоже Своеобразная Форма Пиара В новости Нет ссылки На игру На базу Я буду тебе Говорить Такую Пинать Тебе Да Снова Вернемся К игре Про писки Гайд Знакомство С системой Покраски брони В Conan Exile Если Ваша броня Недостаточно Красная После Трудового Дня Вы можете Почитать Гайд Наши Трудов Или Наши Пчелки Как их назвать Наша Комьюнити Наша Любимая Комьюнити Подготовила Гайд Огромный Гайд О том Как покрасить С помощью Красителей Свою Броню Чтобы Вы Казались Более Грозным Или Красиво Ну тут даже В гайде Написано Где собрать Чтобы потом Покрасить Дай Дай Это краска Дай Мадхака Дай Крась Крась Даже Завершающая Неделя Была Регулярного Сезона Завершилась Завершающая Неделя Завершила Завершающая Неделя Мы Определили Самую Сильную Мать Его Команду В регионе Это Этой командой Стала Вега Сквадрон Которая В финальной Битве Обыграла М19 К сожалению Я игру Так и не Посмотрел Но Это был Очень Интересный Сезон Потому Что Он Начинался Совсем Не так Как мы Ожидали И Закончился Он Так же Совсем Не так Как мы Ожидали В начале Мы Увидели Противостояние Двух Команд Которые Были Лучшие В прошлом Сезоне Это Была Вега Сквадрон И Альбус Нокс Луна Которая Сейчас Называется М19 И Они Выходят В Серию Плей Офф Нас Ожидают Один из Самых Ярких Плей За последние Команды Ну Знаешь Каждый год Команды Улучшают Свой Скилл И Это Здорово Каждый раз Интереснее Чем Предыдущий Уже В самое Ближайшее Время Станет Известно Как распределяться Пары На Полуфинал В общем Друзья Наша Обзорщица Наш Наш Эксперт В Лиге Легенд Алина Подготовила Материал Читайте С удовольствием Я думаю Что Там Будет Интересно Следите за Лигой Если не следите Тоже читайте Тоже Наверное Вам будет Интересно Может Заинтересует И кстати Riot В этом году Перенял Тактику Во всем мире Они Все команды Поселили В буткемпах Построили Везде Оффлайн Студии Чтобы Сделать Чтобы Поднять Уровень Игроков И сделать Мероприятия Более Красочными Потому что В Москве Под Москвой Построили Студию Куда Каждые Выходные Приезжают Все команды Они проводят Игры И сейчас Туда стали Приглашать Уже Зрителей То есть Пока Во всяких Конкурсах Можно Выиграть Билет В эту Студию Приехать Посмотреть Потом Этой Билеты Можно Будет Купить И Я Смотрел Материал С Пресс Поездки В Эту Студию Ребята Израиля Сказали Что Этот Сезон Наканчивается Мы Сделаем В этой Студии Достаточно Большое Место Для Зрителей Мы Комфортно Оборудуем Зрительский Зал Сиденье Магазин Сувенирами В общем Будет Классно Это как Сходить на Футбол Выходные То есть Ты Выходные Едешь И смотришь Как Ребята Играют Там Не знаю С 5 часов Они До 8 Играют Разные Команды Очень Классно Это смотрится Зрелищно Все болеют Команды Если Ты можешь Съездить То Съездишь Команды Видят Своих Фанатов Им Это Нравится Можно Им руки Пожать Пятюню Дать В общем Классно Читайте Обзор Смотрите Стримы У нас Мы За игрой Следим Все Будет Хорошо Поех Обещаешь Да Я уверен Я вообще Позитивный человек Я верю Что все Будет Хорошо И даже Если все Будет Плохо Я в этом Что-то Хорошее Найду Ну Поехали Дальше Blade & Soul Продюсер Рассказал Подробности О развитии Игры Такое Вы знаете Наша игра Будет Развиваться Сказал Продюсер Ну Это Хорошо Потому Что Blade & Soul В принципе Игра Не сильно Молодая Она К нам Очень Долго Добиралась Но О ней мы знаем Уже давно В общем Очень многие Игроки Пока Она до нас Доехала Успели Хорошенечко Поиграть Во всякие Пираточки Но Они все Позиционируют Как киберспортивную Ну да Потому что Там В общем-то Неплохой Киберспортивный режим И даже интересно Смотреть на это Все было Обычно Знаешь Вот в ММОшках В ММОРПГ Не интересно Смотреть на Киберспортивную Составляющую На эти арены Играть интересно А смотреть нет А Blood and Soul Достаточно так Хорошо смотрится Если вам интересно Что рассказал Продюсер Пожалуйста Ссылочку я скинул В чатик Читайте Ну даже при том Что видишь Они делают Упор на киберспорт Они три новых ПВЕ зоны Добавят Седьмой акт Новый город В общем И даже Появится токен Для создания Персонажей Пятидесятого уровня Для тех Кому впадло Качаться И хочется А Е По следам Варкрафта Идем Да Все сейчас Так делают Все понимают Что люди Не хотят Тратить много Времени На прокачку Им дай сразу Хай левел Контент Социалочку Ну еще часто Прокачка Это хорошо Но в то же время Ты Если ты опоздал И пришел Когда твои друзья Все играют То ты пока Докачаешься В общем Лень самому Качаться А так Ты заплатил Бобосик И вперед И ты уже Типа Играешь Нах Вместе с друзьями В хай левел Контент И получаешь Удовольствие Нах Играешь нах Доброе утро Привет King of Fighters Destiny Судьба Аниме адаптация Знаменитой серии Файтингов От SNK Я Файтинги Не жалую Поэтому Говорит Игра Ну что Запилили Наконец-то Еще один сериал По-моему Уже было Что-то По King of Fighters Но я могу ошибаться На самом деле Но Они делают Не аниме Они делают CG сериал Я не люблю Это страшно То есть Это когда Берут Компьютерных Объемных персонажей И делают С них сериалы Я предпочитаю Старое доброе Плоское аниме Без 3D Спецэффектов Вручную нарисованное Грубо говоря Так что Посмотрим Что тут будет Просто 3D Обычно Вот в этих Всех 20 серийных Всяких сериалах Они Ну не очень Скажем так Знаешь Такое 3D Дешевенькое И соответственно Как все дешевое Выглядит Отвратительно Окей Вот это Рецензия Тараса На новые Поэтому посмотрим Что выйдет Но как бы Я бы не стал Там хайпить Это все Окей А мы не хайпим Мы идем дальше Кстати Эту фоточку Я уже Что-то думал Блин Какая-то знакомая Картинка И нашел ее Где-то в феврале Такая же была фотка Встречайте Чемпион Российской Футбольной В лиге Премьер 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 Лиги По киберспорту Верх 18 Что-то новое Я не знаю Откуда Взялось Чемпионат Будешь Чемпионат 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 Кто его делает В феврале Руководство Российской Футбольной Премьер Лиги Пошло Официально Ну да Феврале Началось А 22 Марта В Москве Будет Жеребьевка И будет Канал Геймшоу Вести Освещение Турнира О Круто Потому что Это футболисты Рубрика Блин А нужно сделать Рубрики Что такое Киберспорт И такие У нас каждый Видит Одно и то же Повторяются Киберспорт У нас кстати Появился Раздел Который Еще не Подключен Но В ближайшие Дни Будет Подключен К клиентам Раздел Киберспорта Вернее Новостей Киберспорта И вы Если интересуетесь Киберспортом В принципе Вы сможете Зайти в раздел И там будут Все новости Или ссылки В другие разделы На все новости По киберспорту И вы сможете В одном месте Все это Почитать Это будет Удобно В общем Если вы Как я Каждый вечер Хожу в качалку В овервотч В зал Идем в зал Идем Такие Мы же теперь Все Киберспортсмены Значит мы По вечерам Ходим в зал Тренируемся На виртуальных Полях И Блин Это и прикольно Когда футболисты Настоящие Такие А давайте Знаешь как Не знаю Будут В сфере Королевских гонок Формула 1 Там поддерживает Формула 1 Виртуально Вот у нас спрашивают Можно ли узнать Что нибудь Про Линейдж Этернал Да Я написал ответ Ждем ответа От разработчиков Ну в принципе Как бы Мы не скрываем Для себя Информацию Никакую Мы все Стараемся Давать Для себя Мы не скрываем Информацию Нет Ну мы как бы Если мы знаем Какую то инфу Мы ее не держим В общем Эти ребята Из-за Бирюки полные Общаться не хотят Ну потому что Еще я так понял Нет нормальных планов По Развитию Вот на Европу С одной стороны Это круто Мы бы их ругали Что они очень рано Спойли От все Эта хрень С другой стороны Отсутствие информации Это не круто Не знаю Могли бы там Раз В три месяца Какую нибудь Новостишку Подкидывать Чтобы Возбуждать людей А ну знаешь Иногда Ты думаешь Что может Игру закрыли Вообще нафиг Потому что Я помню ситуацию С Deep Down Копком Которые сделали Собственно Dark Souls Отлайновые Они там его пиарили Возили ролики Рассказывали Что это будет круто А потом Два года Ни слуху Ни духу Про игру Нет Они вроде как Ее еще Разрабатывают Но никто Не знает Что Как В каком Виде Тайна Покрытая Мраком Перед Бюджет У нас Вот так Называется В нашей Стране В общем Футбол Скоро На ваших Экранах Телевизоров На канал Game Show Я знаю Что у них В LG Есть Команда Мозеров Решила Воссоздать Red Dead Redemption На движке GTA 5 Мне кажется Движок GTA 5 Уже все просто На нем Все воссоздали На нем Кино снимали Уже И не кино И еще что-то Хороший движок Rockstar Сделал просто Офигенную штуку И Вот Такие Проекты Какие делает Rockstar Они прям Задают планку Просто Это Круто Ну да Ребята будут Переделывать игру В новой графике Хотя Уже анонсирована Вторая часть Зачем они это Будут делать Непонятно Ну потому что Первая часть Не выходила На PC А вот эти Все Тотальные Конверсии Они Для Первой Будет Знаешь Что самое Смешное Что возьмут Rockstar И вместе За второй Частью Возьмут И выпустят Первую Они и вторую По-моему На PC Не анонсировали Нет Скорее всего То есть Это Получается Возможность Для людей Переобщиться К этой Шикарной Игре Ну и все Собственно На этом Мы Вполне возможно Rockstar Могут Позволить Таки Анонсируем И новую часть Все вместе В смысле Вместе со второй Таки Первая Бонусом Если вы Не прошли Ну а Они это Скорее всего Так и сделают Только Через пару лет После выхода На консолях Чтоб всех Хорошенечко Побогбило Состоялся Релиз Экшен Экшен Токую Кову Не знаю Что это Что с тобой Ток Токи Токи ДН2 Токи ДН2 Вот такой Ей Не понимаю Ничего Опять в этом Давай Ну это Кей Текмо Что делает Вон там Можно драться С какими-то Огромными Богами В общем Собственно Вот эта игра Это вариация На тему Monster Hunter То есть Ты Охотишься На всяких Огромных Чуваков С помощью Своей команды Или сам Используешь Разное оружие Разные Всякие штуки Приспособления Чтобы их убить Ну Как бы Вот это жанр Который у нас Он не то что Непопулярный Просто Достаточно Малое количество Игр Добиралось Из Японии А в Японии Это крайне Популярная Штука В Final Fantasy Там же Упор идет На сюжет И огромных Монстров там Бьешь не так Часто А вот Игры типа Monster Hunter Это получается Ты против Огромного Монстра И ты должен Найти Возможность Его убить Которая Ну и возможность Неявная То есть Ты не можешь Прийти его В морду Убить Тебе надо Найти его Слабые места А это вот Нироавтоматор Нироавтоматор Она вообще Другая Да Это Ну как бы Ты там И мелких Монстров Мочишь И больших И всяких И там И экшен И не экшен Историй Поиграй Когда приставку Купишь Игра уже Доступна На ПК А у нас есть она? Какая? Нироавтомата? Нет Вот это Только А нет Нет Ну Кей и Текму Они в общем-то На наш регион Не очень Не очень много Игр выпускают В том плане Что они С создателями Не работают Поэтому у нас нет Но Но надо спросить Я знаю Запиши Давай спросим Я знаю У кого можно спросить Вчера был стрим Где Разработчики Показывали Full Throttle Вместе с платформой Гок Я хочу Переиграть Историю с Беном Я тоже хочу Я прям В детстве Очень Она же Короткая игра Она не такая Большая Ну Часов 7-8 Да Я уже не помню Ну я помню Как я в нее играл Но Не знаю В общем Ждем мы Когда Full Throttle Переделают Запустят И Можно будет Снова Пойти с Беном Исследовать этот мир Бить Мне нравится Это Знаешь Знаешь Что хорошо бы смотрелось На твоем лице Стойка За кольцо Такая стойка Да Вот Самое Самое плохое Что может быть Это У игры Потрясающая была Озвучка От Акелы И И В переиздании Ее может не быть Как я тебе А Я тогда на английском Буду играть Ну я тоже Планирую на английском Играть Но Атакелы Озвучка Я не люблю Озвучки Но там было Прям потрясающе Слушай Ну раньше У нас и Фаргус Тоже хорошо делал Ну как бы Были игры Которые Прям вот Делали Классно Классно Мы как то Ездили на какое то Мероприятие В ГОК Тоже И туда приезжал Человек Из Который в Фаргусе Занимался Озвучкой Я не помню Как его звали Но он Таких только Историй рассказывал Классно Прям они там Душой болели За проекты Ну я Общался с одним чуваком Который рассказывал Как он тоже Для Фаргуса Что переводил Он говорил Встречали в Москве Возле метро Давали всем по флешке На флешке Текстовый файл Он приходил домой Переводил текстовый файл Приходил на следующий день И на его закидывал файл Чувак на флешке Проверял Что типа Текст есть на русском Давал деньги И уходил Это все возле метро Типа обмены А потом Они все это Закидывали в игру И получалось Что в одной игре У всех Восемь разных имен Потому что Ну каждый переводил По своему И все Не ну это не тот уровень Фаргус конечно У нас Я не знаю На стоп гейме Был материал С этого мероприятия И там было интервью Вот с этим чуваком Ну оно Раз на раз Не приходится Фаргус Я помню Что у них были Прикольные переводы Вот этих всех Этих РПГ Типа Фоллаута И Болдургейта Но при этом Они не всегда ловили Короче фишку И там В том же Плэнскейп Тормонте Там есть загадки Которые Стихами Ну вот Формулировались А они вместо этого Смешные стишки Просто вставляли И ты типа Не мог понять Что тебе надо делать Потому что Тебе там Стишок про мишку Вместо Собственно Загадки Ну были Были В чатчике Пишут Что тоже Не мог пройти Человек Игру Потому что Был кривый перевод Сделан Нельзя было понять Что надо делать Дальше Ну кривые переводы Это вообще Там бич игры Я помню Я купил себе Пираточку Хроник Ридика И там В русской версии Просто нельзя было Пройти Не знаю Кто был переводчиком Но там просто было Нельзя пройти Драку В тюремном дворе Потому что Должен был Вылезать диалог После драки А переводчики То ли забыли Его добавить То ли еще что-то И оно короче В этот момент Просто крашилось Все А когда ты менял файлы Нельзя было переключиться Но я нашел тот файл Который можно заменить С английским текстом Поставил И тогда прошлось Вот Ну ок Вчера обновились Требования твича К трансляциям Это видимо Новость для тех Кто стримит Да Если вы стримите Познакомьтесь пожалуйста С информацией Потому что Твич иногда любит Банить людей Которые не Выполняют их требования А мы выполняем их требования Да У нас Вроде да Вроде да Будем надеяться Ну максимальный битрейт У меня правда сейчас 190 стоит Но Но не важно Не ну это рекомендовано А У них 106 Нет Подожди Это аудио да Битрейт Да Да Ну я думаю В общем Я думаю что Недораз простят Но надо Как закончить Да Снова Овервотч Блин нам надо Сделать рубрики Действительно Такие Снова Овервотч Трейзер Тизер Уже Запуску Нового героя Ариса Доступна для игры Также в новости Указано что в будущем Возможно появится Редактор карты Кстати Это был бы Офигенный мув Ну разработчики Их спросили Они говорят Мы типа С позитивом Смотрим на возможность Дать Пользователям Ну как бы Редактор Чтобы они сами Делали свои карты Не задрачивали нас Потому что Было бы Как в Старкрафте Ты помнишь Когда Можно было Делать Модификации Целые Из этого Дота родилась Ну да По следующему Собственно Ну тут Из Варкрафта Родилась А не из Старкрафта Ну да Да Но Блин Выглядит очень красиво Короче Это новый персонаж Близзард Такие Близзард Поехали Лорд Офзеринг Онлайн Игра Которая У нас скажется Закрыли Да Майлру Ее закрыло Ну вернее Они ее Закрыли Почему Потому что Огромное количество Текста И каждый раз Когда выходил Какой-то контент Народ говорил Давайте Мы хотим Локализатор Говорил Окей И через 3 месяца Выкатывал И народ такой Сидел И думал А нахрена Мне ждать 3 месяца Если в общем-то Можно пойти К соседям Ну у нас Цены были Приятней Но на этом В общем-то Плюсы Заканчивались У нас еще Комьюнити Было такое Не везде Но на некоторых Серверах Было Очень агрессивное Это сейчас Кислотное Ну да Ну и Тогда Понимаешь Я играл В Lord of the Rings Online В Европе На сервере Лаурелин По-моему Больше года Я играл И это был РП сервер И мы Даже между собой Общались Такие полу-РП А с другими людьми Ты просто Вынужден был Общаться Исключительно От своего персонажа Потому что Иначе Там чуть ли не Баном Могло закончиться Как бы Было прикольно Было охренительно Это вообще Лучший экспириенс В играх В РП Которые у меня были Это было потрясающе А потом Ты приходишь На русский сервер А там Я твою маму Шатал Да Я твою маму Трубу шатал И ты такой Твою мать Я короче Не смог прижиться На русском сервере А Европейский сервер Забыл перевести Свою учетку А я никогда Не видел Что вы Прямо В серверах Там Отыгрывали ролик Какие-то Я даже не могу Представить Как это Не Лаурелин В этом плане Был потрясающий Но ты там Со всеми Ходил Типа Дружественный гном Фэллоу гном Тролливали Эльфы Все разговаривали Как высоким слогом То есть Очень много текста И там Знаешь Такой Витиеватый Ты никогда Не мог Это меня бесило Игроки Игроки за эльфами Меня просто Вымораживали Потому что Они как-то Начинаешь с ними общаться Ты ничего понять не можешь А ему все же надо Там что-то Ему морковку дал Какую-то Ему на крапке Хватает Но эти 20 минут Втирает Какую-то дичь Поэтому я играл Человеком У меня человек Был очень простой Такой Такой Не нравится Врепа Да В общем Дальше поехали Элдерскролл онлайн Отмечают День дурака Странно Он начинается 1 апреля Они уже Начинаются 23 марта В общем Будет Неделя Да Неделя Дураков Классно Когда в играх Проводят какие-то Эвенты люди не забывают Администрация не забивает На них И делают такие Вроде Ничего не значащие Но при этом Сдвели там Не знаю Немного шмоточек Завезли Немного Каких-то активностей Ввели И если вы играете В Тесс онлайн Вам повезло Классно Я хотел бы сказать Может быть Побомбит меня Минуточку Но Меня всегда Раздражает Что В играх В которых Другие вселенные То есть Тот же Тамриэль Они берут Наши праздники Человеческие Из земли И тащат в игру Сделайте Свой календарь Свои праздники Пусть они Отличаются По датам С мировыми Пусть просто Раньше Чтобы у меня Я приходил 11 июня И это был День Тройной луны И мне там Скидки Ивент Классно А так Получается Что каждый праздник Начинается Хэллоуин 1 апреля Не праздник Но вот ивент Во всех утрах ивент Я не могу Все посмотреть Я думаю Что отдела маркетинга С тобой не согласится По этому вопросу Ну так делайте И тогда И в другое место Ну я понимаю Но как бы Это не способствует Вливание в атмосферу Короче Я понял В том же Lord of the Rings Online Там были свои праздники Которые Связаны с книгами И мы их отмечали Мы там собирались Чуваки с лютнями Играли песни Там был оркестр Из 20 человек Который ездил По всему миру И в тавернах Давал концерты То есть это же Реальные люди Которые ходили Ну то есть понял Там можно нажимать кнопочки И ты играешь Разные мелодии Они ездили И играли мелодии Люди По серверу Это было круто Потому что Это самоорганизация Не разработчики Никто Просто Ты мог поиграть Там куча инструментов Все А вот эти все Праздники В один день Во всех играх Я По моему На новый год Я короче Начал деньги сливать И я понял Что там 5 или 6 игр В которые я периодически играю И во всех что-то надо Надо что-то купить Надо там Какие-то ивенты Надо какие-то Пройти Ачивки получить И я такой Да ну вас Пойду я в доту Поверю Да Но Но просто Ну это глупо Все в один день Окей Ладно Поехали дальше Shadowverse Дополнение Tempest of the Gods Выйдет в конце марта Это очередная Карточная игра Я так полагаю Ну она очень Очень неплохая Тут по-моему Если Я ничего не путаю Тут есть возможность Мутировать карты В более мощные карты Там нескольких уровней Ну в общем Прикольная штука Но мы про нее Вообще ничего Не играем Не В общем Не стримили Не играли Ничего не делали Вон там бомбит В чатике Что вселенная Elder Scrolls Свитков Да Большая А онлайн Сделали говняшку Ну Да еще она не говняшка Она слушая Она изначально Выглядела как Ну вообще И Skyrim последний Выглядела как говно И А онлайн Выглядела еще хуже Знаете Вот онлайн Это как мы уже говорили Что это Дитрум Хороший пример Который его бомбил От Elder Scrolls Online А сейчас он уже третий месяц Там стримит Играет каждый день И Попривык Я же тебе говорю Это как анальный секс Тебе нужно Но я не проб Попривык Я просто Как это называется Проецирую Мне кажется Что это вот так Да я понял Ты такой Фу Нет Плохо все А потом Такой Вроде и нормально А потом Хорошо И кайф Начинаешь получать Вот Такая же история Может быть Не знаю Ну если не нравится То ты не продолжаешь Получать В празднике Многие отдыхают И получается Побегать по игре Ну в общем Да О чем я сказал Но если у тебя Не одна игра То ты в празднике Ну и то есть Первый апреля Это не праздник Ты не отдыхаешь Ты все равно На работе Тебе все Подкалывают Чтоб не сказать Грубее Ааа У тебя спина белая Ааа Смешно Да Сиротин Ну Как есть В общем Друзья Давайте уже Че-то у нас Уже Час двадцать Мы Ну уже Собственно Последняя новость Все Последняя новость Moonlight Blade Луна Свет Лезвие Да Испытайте удовольствие От свободного полета Китайская игра Кажется Да Да Снейл Геймс Азиатская Кто ее делает А Ну если Ну я не знаю Нексон По-моему Несен Консент Разработчик Да Вы если Владельцы Лиги Легенд Да Сейчас Да Из-за Осмайта Это ребята У которых Больше всего денег Зарабатывают В игровой индустрии В общем Если вы Смотрели Восточные фильмы Про всякое Там Кунфу Ушу И прочее Вы видели Как там все Не в рот Не в рот Не в другие места Летают По По веточкам Деревьев Аккуратно бегают Можете Тем же самым Наслаждаться В игре Мунлайн Блейд Что-то было похоже В легендах Кунфу Но нет А вот Мунлайн Блейд Прям вот По настоящему Летать Мунлайн Блейд Сейчас идет Тестирование В Китае И с 29 марта Будет корейское Тестирование А когда Наше Непонятно А у нас Ее кажется Никто и не анонсировал Ну Какой нибудь Я думаю Будет Потому что Игру обсуждают Везде Может В Европе Мэйлру привет Ну Посмотрим Игра В общем-то Слушай Ну Грати Классно Мне нравится Да Графон Классный Геймплей Вроде Как у нас Есть раздел В общем-то По Мунлайн Блейду И он Достаточно Ну Такой Активный Живой Там что-то Появляется Степару Видео С выложил Поэтому Степару Все время Играет Во все Это Но Как бы Если вам Интересно Вы можете Зайти Вот На наш форум В наш раздел Давайте я ссылочку кину Получить Немножечко Информации Это Нексон У нас его не будет Будет Не ссыте Все у нас будет Ладно Друзья Ну давай Давай Закругляться Уже 11-22 Окей Да До завтра Всем спасибо В 10 утра Как всегда Приходите Будем обсуждать Новости Сегодняшнего дня И постараемся Не опаздывать Вчерашнего Постараемся не опаздывать С вами был Тарас Кукурен Андрей Сиротин До новых встреч Лайки Комментарии Шеры Целуем В десна Всем Пока Он целует Пока А ты не такой Неизвестных мужиков Нет Не буду А то есть Известных мужиков Ну Разберемся Все я понял Ладно Друзья Пока Пока Стойте Ну ладно Ждем Давай А что еще Что А что ждать А стойте Ну мы еще здесь Неизвестно Давай Тапик должен был Представить Сиротин Чего Не знаю Это я не знаю Какой раз Лауре Андрей Загирает А Это я должен Говорить Наверное Что Андрей Сиротин И Тарас Кукурен И наоборот В общем Всем пока Мы поняли Ролеплей Скоро освоим Да И будем Тренируемся За эфиром Все Всем пока Пока